Добрый вечер в эфире телеканала ЖТСУ. Время новостей. С вами Азадж Маханов и Сурдоперевод обеспечивает Марат Жмабеков. Смотрите сегодня. Азадж Маханов и Сурдоперевод обеспечивает Марат Жмабеков. Азадж Маханов и Сурдоперевод обеспечивает Марат Жмабеков. Азадж Маханов и Сурдоперевод обеспечивает Марат Жмабеков. Это ставило под угрозу безопасность пассажиров. В момент удара скорость самолета составляла 70 узлов. Примерно 126 км в час. После того, как самолет оторвался от земли, создался левый крен на 5 градусов. То же самое, только на 15 градусов пошел крен уже в противоположную сторону. Я говорил, что режим сваливания при углах атаки менее критических я вижу только по двум причинам может быть. Вот моя практика и знания подсказывают. Это либо разрушение, либо разрушение крыла, нарушение и снижение несущих способностей крыла, либо обледенение. Комиссия свидетельствует, что осмотром воздушного судна после авиационного происшествия установлено, что физических разрушений воздушного судна крыла, плоскостей нет. Напомним, авиакатастрофа с самолетом Бек-Эйр произошла рано утром 27 декабря. Лайнер вылетел из Алматы в Нур-Султан, но почти сразу потерял высоту. Вследствие чего снес забор и столкнулся с двухэтажным коттеджем недалеко от аэропорта. На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. В результате крушения погибли 12 человек. Илья Манрамбеков, Ринат Утиев, телеканал Рецу. Танерберген Даркембаев назначен руководителем областного управления архитектурой и градостроительства. Трудовую деятельность начал в 1983 году сотрудником Кировского районного исполнительного комитета. Нового руководителя коллективу представил первый заместитель Акима Алматинской области Лязат Турлашев. В разные годы Танерберген Даркембаев занимал должности инженера Талткурган Промстрой. Руководителя управления строительства работал в Министерствах регионального развития и экономики. С августа 2018 года до сегодняшнего дня был заместителем директора филиала хозяйственное управление акционерного общества «Национальная компания Казахстан-Темыржолы». Поздравляю с назначением. Уверен, проявишь себя как хороший управленец. Выполнишь достойно все возложенные на тебя обязанности. Работа нелегкая, ответственная, поэтому желаю удачи на новом поприще. Около 600 обращений жителей Алматинской области поступило с начала года в общественную приемную регионального филиала партии «Нур-Отан». 47% запросов граждан нашли положительные решения. Об этом в кулуарах заседания Ассоциации активных ветеранов партии сообщил заместитель председателя областного филиала фракции Серик Нуркадыров. Также он поведал о том, что сейчас в регионе усиленно ведется работа по разъяснению плана нации «100 конкретных шагов и других инициатив» председателя партии Ельбаса Нурсултана Назарбаева. В целях реализации этой задачи созданы специальные активистские объединения, которые вносят свою лепту в дело. Наша задача – объединить электорат партии. В этом нам хорошо помогают Ассоциации ветеранов и молодежные объединения. В ходе круглых столов и научно-практических конференций активисты высказывают ряд общественных инициатив. Предложения и идеи членов объединений и ассоциаций помогают нам при разработке программ. В ходе заседания Ассоциации активных ветеранов регионального филиала партии избрала своего председателя. Им стал Ербулат Турумбетов. Всего в ветеранском объединении состоят более 40 человек. Это представители интеллигенции и заслуженные деятели разных сфер. Спасибо за оказанное доверие. Постараюсь оправдать ваши надежды. Думаю, общими усилиями мы выполним ряд задач, которые стоят перед нами. Желаю всем здоровья, сил и энергии для реализации целей. Более 100 обращений разного характера рассмотрено Департаментом Государственной службы по Алматинской области по итогам прошлого года. Все они рассматривались в результате проведения личного приема руководством госоргана. В рамках концепции слышащего государства у населения Алматинской области теперь появилась возможность обратиться к первым руководителям государственных органов в удаленном режиме. На базе общественной приемной партии Нур-Отан руководитель Департамента Госслужбы Серикбай Нургисаев провел онлайн-встречу с населением всех регионов области. В итоге к нему обратилось около 20 человек. Если одних интересовали процедура приема на госслужбу, эффективность оказания государственных услуг, то другие просили проконтролировать режим работы представителей власти. В ходе мероприятия на все интересующие вопросы граждан Серикбай Нургисаев дал исчерпывающие ответы. Как он отметил, данный метод обратной связи очень эффективен. Глава государства поставил задачу слышащего государства. Мы должны формат менять, должны встречаться с населением, дать им возможность диалога в формате прямого общения. Ну вот цифрализация через интернет-портал, он дает себя и оправдывает себя. В этом году исполняется 75 лет со дня победы Великой Отечественной войны. В честь памятной даты телеканал ЖТСУ периодически будет вещать о событиях и героях времен войны. На сегодняшний день ветеранов в Талткургане всего 11. Один из них – 96-летний Гаец Игембердиев. 1943 год. Самый разгар Великой Отечественной войны. Еще совсем юный 17-летний Гаец Игембердиев добровольно отправился на Третий Белорусский фронт пулеметчиком. Спустя время стал командиром орудия гаубицы. События тех времен четко отпечатались у него в памяти. Никому не пожелаю увидеть ужасы войны, говорит ветеран. Напоминает о кровавых битвах и боевые раны. Был трижды ранен. Одну получил в ногу. Также в голову попал осколок от взрыва гранаты. Чудом удалось выжать. Можно сказать, что весь период войны был на волоске от смерти. Также воевал во втором Прибалтийском фронте. Участвовал в освобождении Латвии. Вспоминать о годах войны всегда тяжело. Становится больно на душе. Каец Игембердиев на родину вернулся в 1947 году. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны второй степени и другими медалями. Больше 30 лет проработал на журналистском поприще. Воспитание и образование ставят во главу угла. Поэтому дома есть своя библиотека. В 2004 году я написал книгу «Жарек Дюниеги Инхарлик». Здесь рассказывается про войну, про ценность мира и согласие. Одним словом собраны мои мысли. Человек должен быть добрым и стремиться к знаниям. Гаец Игембердиев поистине крепкий духом и силой человек. В 90 лет перенес инсульт, вследствие чего правая рука отказала. И несмотря на это, в преклонном возрасте он научился писать левой рукой. За его плечами, я думаю, целая веха жизненная, очень большая. Сейчас ему 96-й год, и он на своем веку увидел очень много. И войну прошел, и мир восстанавливал после войны, и работал очень много. Стараемся, чтобы он был здоров, следим за его здоровьем. Сейчас ветерану 96 лет. Несмотря на столь почтенный возраст, ветеран в здравом уме и может рассказывать свою историю жизни. Елена Анаренбеков, Ержан Синь, телеканал ЖИЦУ. Талдыкурганские школьники стали свидетелями боевой операции. Никто из присутствующих и участников операции не пострадал. Напротив, захват противника, техника, вооружение и амуниция вызвали бурный восторг. Мальчишек и девчонок. Сегодня для них на территории войсковой части 48-386 Талдыкурганского гарнизона прошел День открытых дверей. Подобные мероприятия всегда оставляют яркие впечатления в памяти детей. Потому проведение Дня открытых дверей в воинской части 48-386 стало уже доброй традицией и проводится на постоянной основе. В этот раз с условиями армейской жизни ознакомились ученики кадетских классов 14-й школы Талдыкургана и воспитанники 3-го интерната областного центра. О буднях своих родителей узнали и дети военнослужащих. Ведь пройдет каких-нибудь 10 лет и гарантию нерешимости покоя Отечества будут обеспечивать уже они, сегодняшние мальчишки и девчонки. На данном мероприятии мы показали детям образцы техники и вооружения современного оружия, показали смелые действия воинов-разведчиков при захвате вражеского объекта. Далее мы сегодня организовали встречу с союзом ветеранов, воинов-афганцев, десантников на территории города Талдыкурган. Для гостей воинской части в этот день прошла экскурсия по территории части с показом мест проживания, учебных классов, спортивных залов, столовых и спортивного городка воинской части. Дети ознакомились с современными образцами вооружений, военной техники и боевой амуниции, а также воочию стали свидетелями профессиональной подготовки военнослужащих. Нам показали, как захват террористов, мы разбирали автоматы, тренировались как правильно, увидели много нового, новых оружий, новых транспортов военных. И в будущем я хочу связать свою жизнь с полицией, либо же с воинскими частями, я точно еще не знаю. Сегодня мы увидели много новых оружий и даже в прошлом году всегда мечтали увидеть БТР. В этом году многие из нас увидели БТР и даже побывали внутри него. В прошлом году этот кадетский класс когда открыли, мы только видели много ветеранов. И в этом году мы наконец-то прибыли в эту часть и увидели новое оружие и машины. В этом году исполняется 75 лет Великой Победы. Ее для своих потомков отвоевали уже прадеды сегодняшних школьников. А их деды исполняли интернациональный долг в Афганистане. И чтобы дети полнее почувствовали армейскую жизнь, в завершении экскурсии их угостили настоящей солдатской кашей. Азадж Маханов, Аблай Кутыкпай, телекомпания ЖТСУ, Талды Курган. Почти 600 проектов реализовано в Алматинской области в рамках реализации программы «Рухани Жангру». И это всего за год. Проведено свыше 6000 мероприятий с охватом в 1 миллион человек. Такой статистикой поделилось руководство центра «Рухани Жангру» на диалоговой площадке «ЖТСУ Медиа». Рассказали ответственные лица и о планах на текущий. Так в регионе будут реализованы новые проекты. В их числе Ерскер Кыштер, Ель Тариха, Международный форум Тогурла Туом, фестиваль Туркфильм, пленариум художника в ЖТСУ Атамикенэм и другие. Все мероприятия, как и прежде, направлены на духовное развитие казахстанцев. В рамках проекта АУ Ельбисыга будет реализовано 21 крупных проектов, такие, как подведение недостающей инфраструктуры именно в сельских населенных пунктах, в сельской местности. Это текущий ремонт школ, ремонт дорог, а также ремонт труб водоснабжения. Мы продолжаем наш выпуск. Смотрите далее. К юбилею казахского классика в областной специальной школе «Интернат для детей с нарушением слуха» прошел творческий вечер. Музыка и поэзия. Творческий конкурс прошел в детском саду Айбэбек. Приз – путевка на чемпионат Казахстана. Областное соревнование по карате собрало 300 спортсменов. Акимат Восточно-Казахстанской области проверк информацию о том, что в больницу Зайсанского района будут помещены заражившиеся коронавирусом граждане КНР. Накануне ночью жители сразу двух сел – Сар-Терек и Айнабулак – вышли на митинг. Причиной волнения стали слухи о том, что в местные больницы привезут зараженных граждан Китая. Сельчане требовали закрыть границу, чтобы не допустить распространения болезней. В областном Акимате сообщили, что доставлять больных китайцев никто не собирается. За распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность, добавили в пресс-службе администрации региона. В Казахстане запретили выдавать разрешение на вывоз медицинских масок, а также других защитных средств с территории республики. Данная информация была опубликована на странице Министерства здравоохранения в Facebook. В сообщении ведомства сказано, что решение о запрещении на вывоз было принято в соответствии с распоряжением главы правительства республики. Сделано это было для обеспечения национальной безопасности. Помимо этого, в ведомстве отметили, что председатель комитета издал указ, в котором сказано, что вывозить с территории Казахстана запрещено такие средства индивидуальной защиты, как респираторы, защитные очки, защитные костюмы первых-вторых типов или одноразовые защитные костюмы, а также медицинские маски, маски-респираторы, халаты и перчатки. Казахстанские школьники заняли первое место в соревновании по программированию в Соединенных Штатах Америки. В международном хакатоне принимали участие около 2,5 тысяч человек, в их числе и 7 юных казахстанских программистов. Согласно условиям мероприятия, наши дети в течение 24 часов разработали и презентовали приложение CheckUp, которое позволяет пользователям эффективно применять в сфере здравоохранения. Жюри оценило презентацию казахстанских разработчиков как самую современную и профессиональную. Проект называется CheckUp. Идея проекта – это создание медицинской платформы по поиску, по анализу симптомов, то есть выводите симптомы, болезни, которые у вас есть, и платформа выдает вам процентное соотношение заболевания, а также возможные лекарства, врачей и местоположение больниц. Мы заняли первое место в Нью-Йорке. Мы, конечно же, очень обрадовались, потому что мы не зря не спали сутки, чтобы разработать это приложение, презентовать его очень правильно. Поэтому мы были очень рады. Необычную операцию провели в Великобритании. Дело в том, что скрипачка помогла хирургам Королевского колледжа в Лондоне оперировать саму себя. Когда ей вырезали опухоль из головного мозга, она играла на скрипке, чтобы врачи видели, какие участки при этом задействованы. Лучевая терапия не помогла. Пришлось делать операцию, во время которой пациент должен что-либо делать. Так делают, когда опухоль локализована в зонах мозга, отвечающих за зрение, движение и другие важные функции. В случае с Тернер врачи решили, что лучший вариант обратной связи для нее – это игра на скрипке. Операция прошла успешно, она уже дома и репетирует. Надеюсь, в скором времени вернутся в оркестр. Сотни тысяч сирийцев были вынуждены покинуть свои дома из-за непрекращающихся боевых действий на северо-западе страны. По данным ООН, только с начала февраля число перемещенных лиц достигло 300 тысяч человек. Общее количество вынужденных переселенцев оценивают 900 тысяч за три месяца. При этом полмиллиона из них – это дети. Некоторые из них погибают от переохлаждения в заснеженных палаточных лагерях. Интенсивные боевые действия между сирийскими войсками и вооруженной оппозиции при поддержке Турции на северо-западе страны продолжаются больше двух месяцев. В результате чего сирийская армия отвоевала участки в провинции Идлиб, а также ключевые районы, которые обеспечили безопасность стратегической автомагистрали М5, соединяющей четыре крупнейших города страны, а также все окрестности города Алеппо. Французский биатлонист Мартен Фуркад побил легендарный рекорд советских спортсменов. Он стал первым в истории биатлона, кому удалось выиграть на чемпионате мира индивидуальную гонку на 20 километра в четыре раза в карьере. Ранний рекорд принадлежал советским спортсменам Владимиру Меланину и Александру Тихонову. У них по три победы. Усилиями Фуркада рекорд пал спустя 57 лет. К новостям региона. Лирика и проза великого Абая в движении. В Талдкургане в областной специальной школе «Интернат для детей с нарушением слуха» прошел творческий вечер, посвященный 175-летию Абая Кунамбаева. С такими произведениями выдающегося казахского классика «Дети-инвалиды» по слуху знакомились на языке жестов. Руководство школы-интерната словно построило своеобразный мостик между искусством и детьми с нарушением слуха, позволив им прикоснуться к творчеству мыслителя, много узнать из его биографии. Мероприятие было подготовлено совместно со студентами Казахского педагогического университета имени Абая. Были представлены стихи Абая, были представлены фрагменты биографии Абая, также песни, коломка с песней в жестовом исполнении. Я увидела ее впервые, и эта песня зазвучала для меня по-новому и для всех наших ребят. Произведения Абая также прозвучали в исполнении воспитателей. Музыкально-поэтический конкурс, посвященный 175-летию Абая, прошел в детском саду Айбубек, города Талдыкурган. Свои таланты и знания произведения великого поэта показали шесть воспитателей, которые вышли в финал после отборочного тура. В первых этапах конкурса приняли участие более 40 педагогов. По их словам, язык поэзии Абая поражает своей простотой, ясностью, звучностью. В этом и заключается его притягательная сила. Роль творчества великого мыслителя и просветителя Абая Кунанбаева в развитии языка и воспитании подрастающего поколения очень велика. Именно поэтому был организован такой конкурс. В век развития высоких технологий и научного прогресса нам не хватает человечности, духовности. Поэтому мы стараемся привить любовь к произведениям Абая. А там есть все то, что нужно знать каждому. В воспитании детей мы чаще прибегаем к ущению мыслителя. Твори добро! Уже через месяц исполнится 10 лет трагедии в селе Козелагаш. В ауле запланирован ряд мероприятий. В их числе реконструкция памятника и парка, а также открытие аллеи. Но перед этим сотрудники китайской компании City Construction провели акцию по уборке территории от мусора. Напомним, они занимаются реконструкцией дороги Талдыкурган-Усть-Каменогорск. Отчистку территории представителей китайской компании начали с памятника на окраине села Козелагаш. Стелла является символом трагедии, пережитой сельчанами 11 марта 2010 года. Мемориал требует особого ухода, считает City Construction. Мы очень рады помочь козелагашцам. Руководство нашей компании наслышано о трагедии 10-летней давности. Мы посчитали правильным помочь сельчанам, так как располагаем нужной техникой, к тому же село находится на республиканской трассе. По возможности постараемся помогать козелагашцам и в дальнейшем. Добавим, всего в отчистке села Козелагаш было задействовано 3 единицы техники. Спецмашины равняли землю, очищали территорию от мусора, а также выкорчевывали сухие деревья. В честь десятилетия наводнения села Козелагаш сейчас проводится санитарная чистка села. Благодаря тяжелой технике компании City Contractions все это делается. За это им спасибо, конечно. На сегодняшний день компания City Construction из села Козелагач работает 5 человек. Но в будущем, в течение месяца, мы туда устроим человек 15 еще. Сейчас идет обработка документов. Стоит отметить, не только очистка территории ограничились представители китайской компании. К десятилетию трагедии в Козелагаше руководство City Construction пообещало залатать ямы и выбоины поселковой трассы. Работы будут завершены до 11 марта. Дамир Анитов, Аблэк Тукпай, Телеканал Житсу. Получить путевку на чемпионат Казахстана – главная цель каратиста, в которой выступает по правилам Всемирной Организации Карате ВКФ. Более 300 спортсменов разных возрастов выявят сильнейшего в 48 весовых категориях. Подробности смотрите далее. Карате ВКФ является одним из самых быстро развивающихся видов спорта как во всем мире, так и в Алматинской области. Всего в регионе есть 12 филиалов федерации данного вида спорта. Из каждой школы прибыли 300 человек. Надеемся, что на Казахстане наша команда выступит успешно. Среди всех возрастов, также у нас среди взрослых есть Мухтар Аружан, чемпионка Азии, 17-19 бронзовый призер. Даулетхан Даулет, Бекенов Женис, Алику Лаура, Баргош Лаура. Надеемся, эти ребята покажут на чемпионате Казахстана, ну и в данный момент на чемпионате области и на чемпионате Казахстана хорошие результаты. Известно, что среди участников действительно много талантливых ребят. Те, кто уже ранее становился чемпионом Казахстана и международных стартов. Среди них Даулет Даулетхан. 22-летний спортсмен, признан мастером спорта международного класса, серебряный призер первенства мира, чемпион Азии и просто тренер. В этом году Даулет намерен превзойти все свои былые заслуги. Главная цель – золотая медаль. На эти соревнованиях готовился на сборах примерно месяц. Для достижения цели у меня есть разные тактики. Думаю, выйду победителем. Планы на будущее у меня грандиозные. Надеюсь, стану первым на чемпионате Азии и мира. К слову, Даулет Даулетхан справился с поставленной задачей и всех своих соперников победил с большим отрывом досрочно. А вот для многих ребят это первенство стало лишь отправной точкой в большой спорт. По итогам соревнования первое общекомандное место завоевали спортсмены из Талдыкургана. На втором месте – Толгарский район. Третье место досталось Балхарскому району. Алексей Цу, Ержан Дюйсень, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. У меня на этом все. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова